По крайней мере в одну игру зайду. Фоги играет против тишины. Секунду в секунду просто залетел и тут же стартанули. Класс. Оставил нагу, чтобы помыщилась. Да, нага была причем зеленая, стояла на мэне, не стреляла. Она смотрела, как Дима там бежал до Мунвелов и выпивал последнюю воду, чтобы хоть как-то подлечиться, но никаких действий не предпринимала. Родж, привет. Привет, таракан. 50... 51. Родж очень хороший юнит. 75-25. Жизни 145 урон. 2 по 8 кажется. Прекрасный юнит. Или 1 по 16. Закапывайся, ползи, доминируй. 2 лимита занимает. Ты будешь стремить Валорант на волне хайпа? Я не планирую стремить его пока что. Ну, то есть я посмотрел на игру. Чем-то он напоминает CS Overwatch и так далее. Но пока я... Есть Warcraft, есть King's Bounty, есть PUBG-шка с соколиком. Вот, надо скорее сокола подговаривать, переходить на другую игру. Тогда можно вместо чего-то, например, вместо Warcraft'а... Вот. Не, не надо, говорят. Поставить новую графику, что это за пиксели. Окей. Фогг играет против тишины. Тишина. А что мы знаем о тишине? Что мы знаем о тишине? Немцы... Двух немцев. Эда Бой и Денниса убил он в двух предыдущих турах. Причем это еще не... Тишина. И еще один немец был. Орг-легенда. Фили-варьор. Ну, ты до Бой знакомый. Деннис тоже вроде никнейм такой... Хоть и более-менее распространенный, но написание плюс сочетание. Мы смотрели точно его матчи. Вот. Но Фогги это... Игрок другого уровня все-таки. И... Ой, там ТГВ с Лабером будут играть. Ладно, ТГВ можем еще посмотреть. Он же стримит, опять же, если... Тут Димка Фогича добивает Маноберном на всякий случай, чтобы Аккалит не попытался. Огра добить самостоятельно. Лапс говорит, меня будешь смотреть? Лапс, ты играешь? А, Тишина, это днище Артурчик. Понятно. Где у нас Лапс? Лапс, ты что, до четвертьфинала, что ли, дошел? Нифига себе. Кузя, привет! Хороший диспл дает сразу второй уровень Димки. Пара скелетов. Определенно того стоила. Ну и же, конечно, можно размениваться по здоровью, особенно с кольцом. Не стал отвешивать Берны, потому что видел, что ДК второго уровня... В смысле, первого уровня, извините. С Аурой имеется в виду. Ха, Роуч подержал на косарик на разработку вакцины для бобров. В смысле, мы иммунны. Мы короне иммунны. Но спасибо большое. Мы пустим это на благое дело. Там, кстати, в комментариях к каналу скинули ссылку на то, как в Питере Бобер сейчас перебегал дорогу. Ох, Арчу хотелось бы спасти, но она никак не успевала до Мунвела. Арча прикрывает другую. Ой, ошибка. Верх же... Нет, нельзя уже. Блин, ошибка от Фогича. Не доконтролировал. Это классическая тема, когда там преследование в одну сторону. Герой бежит за тобой, и ты ловишь его на каком-нибудь отвлечении. Типа, если там Арчу он доконтроливает, уходит за пределы экрана. Либо вообще идет там дозаказывать, например, Мунвеллу или что-то на базе. Если он там не смотрит секунду, все. Все, ты можешь его поймать таким образом. Верни, говорит, косарик тогда, говорит Коддер Рейвен. Ну так, если Роуч скажет, я верну косарик. Чего? Какие вопросы? У нас всегда... Тебе-то что? Ишь, сиди там на айфоне, печатает. Мажор. У меня, кстати, тоже появился айфон. Я все-таки взял... Взял себе старый Витин, поносить. Пятый вообще. Мажори. Спасибо, Витя. Витя очень аккуратный. У него айфон просто как будто... Новый. Он разве что только пленочку не запаял. Роуч скидает еще косарик, говорит, тогда вот это на разработку вируса для бобров, а тот на вакцину. А, хорошо. Ну, это дороже будет. Соколь пришел. Привет, Соколь. Я не нашел тебя в сетке и немножко расстроился, но обрадовался, что ты не расстроишься. В очередной раз. Если хочешь, айда, покомментим. Будет весело, интересно. Например, со следующей игры. Вот. Видишь, тут хорошо сидим. Кидаемся туалетной бумагой. Там, Тей, сердечки. Нифига себе, сердечко в 60 фпс. Не видел такого. Да, виднище Артурчик. Ать, 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 опасный момент. Там персональный телепорт, даже если окружит, то все равно как бы... Но позиция очень хорошая. Видите, тут два Мунвелла, Арчи, за вами еще дерево. Став передает. Уже нет смысла Димку окружать, по понятным причинам. Ой, одна Арча не туда. Ой, ой. Вот Став и как работает. Прекрасно. Арча за 130, Став за 150. Уже почти окупился. При том, что не забываем, что на Арчу еще нужно немножко леса, который должен добыть Висп за 120. Как минимум. Поэтому. Да, прекрасно отконтролил здесь Фогич. Подрезал даже одну Гулю. Ну что, может базу как-то поставить? Как-то. Нет, Т3 сначала. Т3, лорница одна. Причем это фас Т3 с одной лорницей. Второй он будет достраивать, видимо, когда лес подкопится. А лес есть-то. Он даже Виспас спас. Ну тогда точно Став окупился. Арча за 120. Висп за 130. Висп за 120. Может это тот самый Висп, который и добыл лес. Вторая лорница пошла. И идет такая полномерная контратака. Очень красиво. Став отработал. Очень красиво Фогич отковырялся. При том, что у него армии-то было поменьше. То есть те же самые два героя. Основной плюс Нага. И Т3 арчи супротив 6 гулей Став в КД. Тыкает в Нагу. Удар и моноберн. Удар и моноберн. А, там у Наги есть ботинки, поэтому... Так бёрн и бёрн тогда надо делать. Нага вынуждена пропить жизни. Но Дима даже в таком случае не останавливается. Понимаете? Он приходит. Еще бьет Нагу. И персональный телепорт. Там хороший был блок от Гули. И Димка тпшится. Ну, может быть, не стоило так врываться. Но... Ой, точно не стоило. Тут, оказывается, Барак был по таймингу. И он должен был... Дима пригодился бы в другом месте. Вот даже если бы он просто стпшился персональным стафом полный сюда вот зеленый. Он бы очень сильно помог Аову. Очень сильно помог бы Аову. Да, Фоги проявил... Ну, Аркадий не сыграл, чем должен был в такой ситуации. Минус Арчау. Опять тыкает в Нагу. У Наги опять ботинки. Блин, она такая юркая. У Фогич... Ботинки не взял. Хорошо блочит. Но этого не хватит. Артурчик классно еще Нагой подрезает Дриаду. Там был выстрел один от... Как он ее классно использует, эту змеюку. Тем не менее, у Андеда Куэла до сих пор нет. Это тоже можно использовать. Подрезается первый финт. Здесь Т3. Идут первые медведи. Ну, чувствуется, что Фоги играет так немножко развязанно. Это приводит к тому, что он агрессивен с одной стороны. С другой стороны, что... Ну, он жмет Андеда, жмет. Тактическое отступление, пусть это не... Ооо, вот это минус Нага, между прочим. Да, это минус Нага. Ну вот, слишком агрессивно, видите как. Не поймал... Не вспомнил про момент, когда появляется третий герой с Арбой. Когда, как бы, нужно немножко отступить. Под первый режу, под свой. И опять лезет бой. Ничего себе. Причем без Наги. Не-не-нет. Фух, я уж думал, что он пойдет сейчас этими тремя юнитами на Андеда. 40 лимит на 43 экспанда нет. И барака, соответственно, тоже нет, который этот экспант мог бы ну, поляну подготовить. Артурчик правильно делает, что... Ну, во-первых, он заодно проверил, есть нет экспанда. По сути, это точка, которая находится рядом с Фогичем. То есть она повыше приоритета. Когти, кстати, плюс 9 передает Личу. Ну, Фогич сейчас тоже будет, видимо, выходить на половину противника. И они таким вот образом будут съедать нейтралов каждый на чужой половине. Ну, тут хотя сложно сказать, чья... Где чья половина. Потому что все очень близко. Но экспант точно как бы родной. Вот. Хотя до него тоже бежать, повторюсь, одинаково, что с мейна, что... Что с этого мейна, что с того мейна. Интересно, были ли в ладере какие-то игры на этой карте, что стартует один, стартует второй, два альянса, и оба идут ставить... Ну, знаете, первый раз на карте играют. И оба стартуют, бегут ставить базу в одном и том же месте. Я уверен, что были. Только мы их не видели. Это как на островах Эхо. Помните, в самом начале, когда делали разведку внизу на Экс? Думали, что карта на четверых. Потому что это была первая карта с такой конструкцией, что только два человека, и несмотря на симметрию кажущейся, нижняя база, она как бы... Это только для экспанда. Не совсем понятно, зачем был кинут Койл. Обсидианки очень далеко не работали, не восстанавливали некоторое время ни жизни, ни ману у того же самого Деки. Книжку не прочитал, к сожалению, нищий Артурчик. Он довольно... Он старается времени терять. И из-за этой суеты, кажется, что-то местами недоконтраливает. А может, кажется так просто. Непрерывный криппинг идет с обеих сторон. Висп явно намеревается поставить экспант. Ну, 50 лимита, хорошо. Ситуация вроде неплохая. Но там очень грамотный строжевой идол, который... Который, правда, скоро уже закончится, но... Но, может быть, он и успеет увидеть Виспам. Так. Сейчас Нага крайне неудачно вырывается вперед. Появляется первый Дестер. Падает Гуля. Ну, вот сейчас эльфу можно ставить... О, иллюзию еще у Фогича отыгрывает нормально. Здесь поглощает, как минимум, Койла часть урона. На месте Фоги прямо сейчас нужно делать базу, если у него есть... Ну, будет пауза после этого сражения. Во время этого сражения. Скорее, после. Сейчас нужно сосредоточиться на контроле. Минус один медведь. Испалится режу в Димка в зоне риска, но... Став на Демон Хантера. Минус второй медведь. Просветки не хватает для того, чтобы избавиться от финдов. И вот сейчас уже проблема у Фогича, потому что начало битвы было, безусловно, за ним, а сейчас продолжение какое-то странное. Минус все медведи. Фоги развалился в этой битве. Что? Я не успел вообще понять, что произошло. Ну, естественно, ни о какой базе уже речи не может идти. Днище Артурчик. Он же Тишина. Ти-ши-на. Ну, в сражении они зашли с одинаковым лимитом. Это абсолютно точно. Возможно, за счет поднятого Дестройера там было у Андейда 53, а не 50 у Эльфа. По здоровью вроде все было ровно, более-менее. Там 3-4 живых медведя, 2 героя, там 4 дрядки у Фогича было здесь, соответственно. Но... Скорее всего, проблема в закопке. То есть проблема в том, что мы пытались убить финдов, но... Да, вот просветку взял сейчас Фогич. Андейд ставит базу. Вот и все. И это реальная проблема для Фогича. Как реагировать? Выходить из лимита? Да, выходить он будет. Делает пару грейдов на МГ, пока сидит в лимите 50. Тишина делает... Выходит из лимита. Днище это фуфашник. А, не помню. Он, кажется, не играет в фуфа. У нас, по крайней мере, точно не играет. Ну, в смысле, в этих фуфашках рандомных. Фоги не выдерживает, атакует, до того, как у него появляется. Ну, ему, видимо, хотелось просто отменить шахту. В этом был смысл. Став-став убегает. Ну, вот... Отмена экспанда, это... Во-первых, странно, что он этот позволил себе сделать. Он забыл еще обсидянку. Кажется, он растерялся немножко. А, это Шадай. Ой, это прекрасно. Шадай. Шадай. Как же три никнейма эти в... в... в голове-то? У нас есть Тишина, у нас есть Шадай, у нас есть Днищий Артурчик. Шадай, конечно, с... Более на слуху, чем все остальное. Спасает медведя одного. Бедный Абом, он ни разу тут не проатаковал нормально. Он ходит зад-вперед, пытается... 53 лимит на 59. Ой, не получается. Три финда живые. У Фогича 56 лимита на 59. У Шадая. Ты его другие ники не видел. Типа, Днищий Аутист. Самокритичника, конечно. Да, Фогич решил все-таки поставить вместе с Пушем Экспанд. Может быть, это и правильно, потому что... Ну, потому что не так дорого с одной стороны. Да и СМГ можно много времени выиграть. То есть, осада может затянуться. 59, 66. Фогича даже лимита больше. И Дестройер еле живой. Приходит Абом, два финда, очень битые. Просветка, вот хорошая просветка. Минус один финт. Второго финда так тыкнуть не получилось. Куда-то лезет вперед ДК. Видимо, мимо там на какой-нибудь Дреа... Нет, на Нагу, скорее всего. Все, и вроде как разваливается даже Шадай. Крайне битый ДК. Нага, правда, но у нее крест опять же, и она под Риджу много времени выигрывает. Разобрались с Малтун Джайантом. Все, Фогио разрулил. Мне показалось, что все, Анда тоже чемпионит. Там был момент с отменой экспанды, конечно, один, но как-то очень быстро развалился Шадай. Сейчас по лимиту просто посмотреть, 75-40. внезапно это произошло. Да, у Наги крест все еще, это понятно, но он там, учитывая то, что вообще не мог ничего убить, естественно, Нагу красную хотя бы на крест развести. Таунт и таунт и таунт и таунт. И даже, несмотря на то, что ты постоянно кликаешь, все равно юниты иногда разворачиваются. Все, и у Фоги еще экспанд работающий, про который Шадай, кстати, не знает еще. 75 лимит на 46. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Просто, знаете, перевернулось все на радикально. Изменилось. И я не понимаю, почему, что там было за сражение такое. Ну, скорее всего, причина была в первом сражении именно в просветке. То есть там два-три финда спасались на последних хитах. Причем рядом с тобой магазин находится. Просветкой не успели купить. Ну, понятно, что он подходил снизу, то он до магазина не добегал. Но... Фоги проверяет эксп по 5. Экспанды нет. Нейтралов тоже нет на карте. Вот и минус 40. Соник его убрал. Кстати, это последний был орк. Да, орков очень мало. Где же кэш? Хавк и Соник уже в полуфиналах. Хочется, чтобы ТГВ все-таки Лабера убил. Может быть, пойдем посмотрим на ТГВ. Ну, потому что в текущей игре там все вообще понятно. Хотя здесь андедовский мирор, первый жук, дропы. Жук с одной стороны, дропы с другой. просто здесь шансов, к сожалению, нет уже у андеда. Вот конкретно в этой игре. 80 лимит на 58, плюс экспант еще стоит. Мунвелла на 100 делает фогич на экспанде грамотно. И с такой армией, в общем-то, может и вперед МГ, там, второй грейд на атаку доделать. какой-нибудь дэм. Леса у него не хватает. Нечу блессинг делает. Ну, правильно делает, что не суется на мейн. Это андеду нужно что-то думать. Из соточки не выходим. пошел второй играть на армор, видимо, из-за МГ, которые поглощают часть урона. Из-за таун там. Ну, в целом, даже здесь можно постражаться, учитывая лимит. Пошел таун, еще один таун, таунты дублируются. Надо уже кидать койла в этого несчастного обома. Три инвула есть у андеда с одной стороны, но у эльфа тоже все с артефактами хорошо. Там бутылки, кресты все еще актуальны. Два стафа, как вы видите, слева. Инвул, бутылки жизни. Идимка с грамотным инвизом для того, чтобы первым делать бьерн. Видели, какой бьерн? Грамотный. Е-мое. Бьерн, бьерн. А Димка же надо ставить после койла следующего. Ой, там уже койла-то нет. Став. Тык, 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 тык. Пошел став. ДК очень битый. По сути, тут умерла только Дриада и Медведь. Нет, только Дриада. Медведя стафают. Там два медведя красных, но у Андеды все значительно хуже. Падает Абом. ДК еле живой. ДК выпивает ману. Делает койл, но у нее со здоровьем серьезные проблемы. Нагу пытаются фокуснуть минус еще один Абом. В целом 52 лимита снова на 81. Там часть до заказа, конечно же. И Шадай теряет МГ. Фокус полечу. Инвол. Сейчас отпустят леча. Здесь тоже инвол. Классно. Падает ДК, там крест. Нагу пытаются убить, но там крест. И вот в этот момент надо писать ГГ и выходить. Да, понятно. Жалко, жалко, реально мог. Давайте посмотрим на ТГВ. Теперь все эту дресню собираем. Я верну что успел. Шадко. Он хорошо комментирует. Иногда часто грумпует, конечно, но как андеды могут быть жизнерадостными, правильно? Это эльфы, как дурачки могут прыгать там и радоваться жизни. Альфы по лору должны быть хладнокровные. 70 лимита. О, понеслась. Рейнджика вылезает вперед, вермов ловят. Очень плохой импейл, очень плохой импейл. Надо жука поближе. Фокус по рейнджике, рейнджика минус, но это может помочь, кстати. Хороший бы импейл сделать вот туда вот наверх, прям на всех. Ну, прям на всех. Трррр. О, вот это импейл царский. Только мана нужна, потому что больше маны и удаки нет. Есть маны, еще импейл туда же. Еще импейл туда же. Шикардос, но Вирм падает третий. Все очень битый у второго андеда, у лабера. 50 лимита, а там у него еще база живая, да? Еще один импейл. Черт, кажется, разваливается лапс. Ой, в смысле тгв. Лапс-то уже, да, развалился. Я не знаю, как тут быть. выходит Вирм, тык в деку, что ли? Тык в нашего деку идет. Пытается передать, молодец, успел нажать на хоткей, после передачи. Но все равно ситуация аховая. А, нет, подождите, у нас же нычка тоже работает. Ну, как работает. Выдыхай. Ой, конечно, ужасно. Да, согласен. Про импейл сейчас скажет, наверное. Но шансы еще есть, на руках есть ресурсы, сейчас отстроятся. Просто он явно играл в эту страту вермов через первого жука с расчетом на нормальные импейлы и нормальное количество... Смысл в том, чтобы вермов контрить, тебе нужны собственно, либо финды, либо гарги. Ну, в данном случае финды. Против финдов, как и против любых наземных воинов, очень хорошо работает импейл. Во-первых, он их на какое-то время оглушает, во-вторых, наносит урон. Главное, чтобы была мана. А если финды некоторое время не будут стрелять, то вермы тоже наносят неплохой магический урон, замедляют, хороший фокус, все дела. Но первый импейл был не очень, не очень. И в целом, насколько я видел, у него лимита было чуть даже меньше, чем у врага. Там было где-то 2-3 дистра, пара тележек, 3 героя и где-то 7-8 финдов. То есть, это было где-то полноценный лимит 80. У нас же было где-то лимит под 70. Вот, но необязательно сейчас лезть. Куда ты? Как ты пропил-то, ману? Что ты делаешь? Не выложил. Что ты делаешь? Ну зачем? Ну не иди туда. Ну еще не 80. Тебе же критмасса нужна. Не надо, не надо, не надо, не надо. Тригень ману ЖКу, меньше половины маны. Какую через атаку? Что? Какую через атаку? А что так мало там всего? А почему лабера так мало? Ну это ГГ. Сейчас минус уже два финда. Сейчас можно вкусить еще парочку финдов. Убить. Своего финда сажал, чтобы просто нового было. Блин, ну я вообще не микрю. Да и тут не надо уже. Деку только убей. Тебе все простят. Передали. Лича сейчас надо вкусить. Вкуси, Лича. Ну? Ай, шимеда-то какая, а? Столько дистров. Ну давай, ну, ну, нова, импейл, импейл нет маны. Инвул, хорошо. Лича там подлечит. Хорошо. Хорош коил на верма, но верм там сало пошло. Что с дистрами-то делать, блин? Импейл? Хорош. Новая есть. Деку, нова. Лича фокус. Лича фокус. Инвул, блин, да что ж такое, а? Нашего Лича уже убивают. Коил. Хрена себе там. Лича убивать. Видит он. Молодец. Фокус. Опять инвул передался, допустиму, сучок. Обсидианку. Я все вспоминаю в чатике, когда мне на ютубе написали, что ты обсидианку-то, это самое. Ну ударь! Черт. Там ДК не замахнулся, но не ударил реально. Что типа, я нубас, потому что заказываю обсидианку тыком в ТГВ. Да и Хэппи тоже обсидианку, насколько я помню, заказывает ни через ходки, ни через ошку. Неудобно тянуться далеко. Передает телепорт ДК. Убивает рабочих. Это правильно. Сейчас можно использовать время для того, чтобы ну и валить отсюда надо на телепорте. Убить рабочих, и свалить на телепорте. Серьезно? Ты продолжаешь? Опасный. Ах ты! Ладно, лечь третий герой у нас. Надо на их сбежать. Опять же опыта не хватает. У жопы-то мало. У жопы-то должно быть больше. Долбежками. Отменить. Мне очень нравится, конечно, смотреть от первого лица. Особенно, когда они просто ладерные покатушки какие-то. Вот прям турнир-турнир. Обратите внимание еще, как у него жук раскачан. У него жуки. Жуки у него. И МПЛ. То есть, он начал, понятное дело, с жуков, но потом вместо брони... Да, ладно. В размину дойти, да. А где жуки? Калит им умирает. Ну, карта полностью даунская. Тут вообще невозможно играть в экспо. Это просто забейте. Настолько она конченная, что слов нет. Я оставлю без комментариев тот факт, что он играет в Мирор. Как бы, что у противника тоже есть экспант. Вот. Но, видимо, у него изначально был план просто на экспо. И то, что сейчас мы видим, это уже следствие того, что, да. А что телепорта? Телепорт не прожал. Прожал телепорт? Прожал телепорт. Кстати, хорошо, что противник не... Да, как-то заприкать. Ну, как ты его заприкаешь? Короче, надо на экспант бежать, видимо. Хотя противник сам идет к нам. Отправляет жуков диверсантов на экспант. Финт. Ну, ё-моё. Да. И тут гулька. Как отбиваться, не знаю. Жалко. Я посмотрел на ТГВ еще на Питлорда под это самое... Да, его жуки. Жуки, да. Жуки. Жуков отправил, жуки не били. Жуки. Там шестой лич. Пятый ДК, третий рейнджик. А-а-а. Инвулы есть. Ну, один инвул, да, но... А, там, да, Death and Decay. Мне казалось, что он хотел... Так, снимает сало, пытается покуснуть. Ну, там лимита больше уже значительного врага. Тут у нас 50, у него 80. Минус верм. Кликает хорошо, кстати. У меня тут гораздо меньше. Это да. Жуки-то грызут на экспанде. Ну, полная картина была бы, если бы мы посмотрели игру с самого начала. Третий лич. Дистрал ловит. Пытается разводить. Четвертая рейнджерка. Он без ТП, экс-ка. Может, это мне как-нибудь помочь? Мне нравится еще, что он во время игры думает. Можешь вообще уже бейстрейды подрубать, что скажете? Нормально, мне нравится. В лоб не убьем. Шкарусом пошел. О-о-о, это интересно. Я, кстати, тоже без ТП. Да, да, это важный-важный момент, когда в бейстрейды пошел. Сплит. Ну, смотрите, у нас... Как-то за бейстрейдить. Лич ты конченый, что ли? Что ты тут делаешь? Алло? Все ушли, он остался. Ну, боскорти, я уверен, что это из-за донской карты. Ты жмешь куда угодно, и, ну, прочее, просто рандомно перемещаются тут все. Просто рандомно по карте перемещаются. Из-за этого бугра уродского. Это просто забейте. Поэтому я и не играю на турниры. Уже давно. Потому что я бы горел просто. я прекрасно понимаю. если ты черкаешь постоянно эту карту, то, естественно, она, ну, не наиграна. Всякие там особенности, кривости, тонкости, они, ну, блин, я надеялся, что он, типа, одарку одну отправил, на нет, похоже. Походу, всем пошел. Минус шахтам. Что это было? Окружить деку? Но, я жму его или нет, алло. Кривой диск, вообще такой. Блин, как же тяжело. Ну да, этот же дестройер. Зачем зажать? Тремя юнитами? Все, видите. Ой, жалко. 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 Там экспант работает. У нас лично отдыхает. Угу. Карта уродская. Тут вообще невозможно. Тут только на финтах долбиться. Тут вообще нет других аутов. Зубейте. Все, ребят, долбимся на финтах. Что же еще делать? ТГВ сказал, будем, будем проводить так время. Берет персонал, пытается Акалит там подрезать как-то. И ТГВ молодец. Он, он играет реально очень хорошо. Мы видели, лич выходит. Вот. Он реально сейчас просто очень переживает. Его можно понять. Просто на чизе такой формат, он нестандартный. Ты не можешь черкануть карту. Тебе вот говорят, на какой карте играть, и ты на ней играешь. Если ты на карте не... Да, то... Ну вы видели, он просто, ну типа, тут расстояние до экспо у меня такое же, как у него, но это недоразумение, а не карта. Просто, бля... Блин, простите, у меня защитная реакция просто... Блин, ТГВ молодец, но, да, но жалко, что проиграл.